Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик, который приурочен к одному интересному вооружению. Как вы знаете, я любитель легких корпусов и по сути, наверное, ну это наверное те самые корпуса, которые вы хотите видеть по максимуму в матчмейкинге, по максимуму в агрессивном формате с максимальным выносом противника. И сегодня я поиграю на Hornet, молоте, молот с дыханием дракона. Это то самое устройство, которое реально жестко апнули в предыдущих обновлениях, если я не ошибаюсь, именно в последнем обновлении апали данное устройство. И сейчас оно ничем не уступает с лагерю по кучности выстрела, при этом еще имеет горение. И сегодня мы поиграем на данном интересном вооружении в паре каточек, я надеюсь, на хорошие карты в формате контроля точек, в формате захвата флага. И посмотрим, насколько качественно и жестко нагибает данное интересное вооружение прямо сейчас в матчмейкинге. Безусловно, все это дело, конечно же, мы играем с защитником, ну и надеемся на довольно-таки приятную какую-нибудь карточку для Hornet, молота, чтобы можно было бы попушить. Безусловно, друзья, в начале данного видеоролика я не стал уже сильно балаболить. Безусловно, я очень сильно рад тому, что вы поддерживаете данного формата видеоролики. Спасибо вам за вашу активность. Как всегда, сотня лайков набирается, мы продолжаем записывать данные видеоролики. Ну и, конечно же, хотелось бы вам сказать то, что пишите в комментарии, на каком сочетании вы бы хотели бы увидеть, чтобы я поиграл вообще в принципе. Потому что в последнее время что-то мало, кто пишет вообще про сочетание, про... Возможно, у вас имеется какое-то прям жесткое предложение, от которого я в какой-то степени не смогу отказаться. И я захочу затестить именно это вооружение. Поэтому, если у вас оно имеется, то обязательно по этому поводу пишите в комментарии. Я все комментарии ваши читаю и, безусловно, если оно будет интересным, я отвечу и в одном из последующих видеороликов вы его сможете увидеть. Ну и также, друзья, если вы помните, то я говорил о том, что я буду развиваться в плане игры на мышки. И если вам интересны видеоролики на новом управлении, на управлении мышью, то тоже по этому поводу обязательно напишите в комментарии. Зашел я в танки, а тут мне уже кто-то пишет, кув приветствует меня в бою, кто-то мне тут приглосы уже раскидывает. А по итогу мы катку начинаем сливать и пора уже, я думаю, что включаться в бой, а не просто сидеть здесь балаболить. Потому что явно здесь катка простая не будет, это точно. Ну а в общем и целом, по урону, конечно, вначале залетает довольно-таки неплохо, я хотел сказать. Но здесь, конечно, меня законтрили довольно-таки жестко. И в какой-то степени не совсем получилось то, что я хотел реализовать. Мёртл там начинает мне эти приглосы раскидывать. Надеюсь, что он поймет, что я немножко занят и я не могу перейти по его приглосу. Но очень сильно надеюсь на это. В двадцаточке играет тут один нагибатор. И было бы, наверное, неплохо в какой-то степени покидать по нему ещё побольше урона. Дабы он не увозил у нас флаг, но ладно. То есть он там уже уезжает, я попробую тоже зайти в атаку. Законтрить здесь противника и, возможно, у меня получится здесь либо у моего тиммейта увезти, а я тут накидаю урона. Блин, мне попал ещё один молот. Вот, если бы попал, было бы вообще шикарно, а уже 2-0. Боже ты мой, начинаем сливать. Очень плохо. Карта, конечно, очень хорошая, удобная в какой-то степени для нашей команды. Но вот. Правда, пока что не всё так удачно складывается у нас в данном бою. Надеюсь, что ещё сейчас у нас может всё наладиться. Всё пойдёт как надо. Главное дёрнуть вот этот первый флаг. Первый флаг, он самый важный. Притом рассказать, что у меня уже появляется овердрайв. Надо делать, 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 делать. Подбор хотя бы. Ай, дал доставить. Очень плохо. Очень плохо, что я сейчас дал доставить противнику. Тиммейт мог бы мне подсаппортить, конечно, этот момент. В какой-то степени. Извиняюсь за кашель. Это вот что-то уже потихо и что-то попукиваю, попукиваю. Надо откашляться, дабы. Не портить видеоролик в этом плане. 3-0 летим. 3-0 летим. Пол боя всего лишь прошло. И надо как-то это исправлять. Я не знаю. Мне так кажется, что не такой уж жёсткий противник, чтобы мы так жёстко сливали данный бой. Немножко тавтологии. Но в общем и целом, я считаю, что это ещё всё можно камбэкнуть. Не так жёстко они играют. Я вижу, что у нас и у нашей команды есть и шанс определённый. Блин, нас сбили, конечно, неприятненько сейчас в упоре. Не хотел я, чтобы меня тут сбивали. Но это принципиально. Здесь парень играет исключительно на меня. Это понятное дело. Тут как бы нет ничего удивительного. Дефолтная темочка. Увидел ветерана. Уничтожай ветерана. Зачем набивать какого-то другого чела, который там флаг уводит. Ну, это уже глупость какая-то. Правильно? Правильно, правильно. Да, побегать надо там. Помансить немножко, поиграть. Типа, скиловой нагибатор, все дела. Сейчас ещё с респа начнёт на меня накидывать урон. Дефолт. Чистый дефолт. Ещё и овердрайв. Я понял. Да, пока что печально складывается, если честно, наша катка. Не этого я ожидал увидеть здесь. Ну, может быть, не самый простой противник попался в бою. При том, что это матчмейкинговый обычный бой. И когда есть ребята, которые, ну, в какой-то степени умеют играть. Немножко не так удачно складывается уже бой. Ну, и пока что я тоже не совсем могу попасть в нужные тайминги. Дабы уничтожить противника. Немножко везёт ему. Тоже убегает. Страхует его. Плюс тиммейт. Но вот здесь надо делать возврат. Делать обязательно возврат. У него хп мало. Есть скидка. Но есть ли овер? Вот в чём вопрос. Нет, овердрайва нет. Отлично. Будет, похоже, доставка от нашей команды. Очень хочу, чтобы мы сейчас поставили. Потому что пока что в этом плане всё печально складывается. Да, одна доставка есть. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Счёт размочили. Полторы минутки ещё имеется. Комбэкнуть такое, наверное, конечно, тяжело. Но хотя бы попытаться на 3-3 свести можно. Определённые шансы в такой катке имеются. На сведение счёта. И давайте я попробую сейчас зайти ещё в атаку. Вроде как наша команда там тоже атакует. Есть викинги с оверами. Довольно неплохие. Которые наносят большое количество урона. Есть смока, который мне в спину накидывает. А, начи с овером. Всё понятно. Всё понятно. Пробую такой прострел дать. Не получится у меня здесь сделать ничего. Пытается уехать. Пытается меня обмануть. Он не спрыгнул. Хорошо. Обманка не сработала. Я от верхней! От верхней панели! Вы видели этот момент? От верхней панели, если я не ошибаюсь, прошёл урон. Офигеть. Такого сплэша... Вернее, не сплэш даже. Это рикошет. От молота. Честно говоря, я такого ещё не видел. Я такого ещё не видел. Но это было максимально эффектно, если честно. За такое можно и лайк поставить. Если вы это дело увидели. На нём как бы я своё внимание акцентировал. 15 секунд до конца. И, по идее, мы должны ставить. Мы должны ставить. Мы должны камбэкать это. Определённо. Это камбэк. А, нет. Это 3-2. Блин. А я думал, что тут 3-3. Мне казалось, что ещё один флаг наша команда поставила. Потому что я там возвращал флаг. Но, оказывается, никто ничего не увозил. И в итоге мы сливаем со счётом 3-1 каточку. И в какой-то степени я говорил в начале видеоролика, что я хочу поиграть в двух форматах. Но давайте сыграем ещё одну катку в захвате флагов. Всё-таки я не полностью раскрыл своё вооружение. И в какой-то степени... Да, вы очень любите это слово. В какой-то степени в последнее время... Не знаю, какое-то слово паразиста у меня появилось. В какой-то степени надо раскрыть. Надо раскрыть вооружение. Ещё раз. Та же самая карта у нас выпадает. И если уж вы так нас сильно настаиваете на том, чтобы видеоролики не были по полчаса, тогда я попытаюсь сегодня отыграть в двух одинаковых форматах. Да ещё и на одной карте. Только было лето, а стала карта у нас зимняя. И попробовать уже здесь максимально качественно отыграть на данном вооружении. Не сказать, что у меня там что-то дико жёстко не получалось. Вроде как складывался неплохо бой. Ну, чего-то не хватило. Где-то команда не подтянула. Ну, атака реализация, в принципе, была довольно-таки неплохая. Ну, и тут я смотрю, что мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами. Уже 0-1 за минуту. При том раскладе то, что я попытался сделать один увоз на центр. Меня законтрили и всё. То есть, никакого такого быстрого выпада там ничего не было. Возможно, в какой-то степени не повезло. Но тут фрифраг надо забирать, безусловно. И я тоже, видите, как играю на агрессии. Я увожу на открытые зоны. Я не везу куда-то там по бокам. Я пытаюсь максимально короткую траекторию выбирать для доставки флага. Но вот сейчас эта траектория не сработала за счёт грамотных поставленных мин в подъёме. Но наши тиммейты, я так понимаю, там ещё... Нет, ничего никто не сейвит. Я думал, сейвит флаг. Но оказывается, что там просто противник приехал, вернул флажочек. Возможно, стоит сейчас поувозить флаги на края. Карты поиграть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, боже, сколько мин я здесь поймал. Вот ты захотел на фланг, называется, увезти. Повёз бы сейчас бы на центр, спокойно бы дотянул бы до половины так точно. Ну, кто же мог знать, что там будет сейчас такой вот... Такая ромашка стоит в виде девяти мин. В какой-то степени я предугадать это никак не мог. Ну и сейчас надо как-то Все равно заходить в атаку Пытаться увозить Меня там немножко подконтрили, аптечку сбили Но это я думаю, что не особая проблема Сейчас урон почему-то не прошел Первый дэмэдж не прошел Еще и мне Все что можно здесь насбивали Прожал овердрайв довольно печальный, глупый Ну что-то как-то Промзона сегодня нас не радует Две катки и две такие катки Что мне аж хочется сделать еще одну катку Потому что мне не нравится Но определенно это не то, что я хотел вам сегодня показать И как я уже говорил То что катки я не перепикиваю Я не записываю 25 видеороликов на одном вооружении И из них потом выбираю Что-то самое лучшее Какие катки у нас имеются, такие они и должны быть Дабы вы тоже понимали Что не всегда везет Не всегда получается сыграть Везде грамотно, бывают и команды Где, ну не подтаскивают Откровенно говоря, где противники хорошие играют в пати Здесь, к слову, во второй катке подряд Тоже пати против имеется Но это не отговорки Это не отмазки Нужно доказывать, пытаться В каждом бою здесь что-то делать И даже когда у тебя не идет Надо пытаться выжимать Хотя бы первые места Определенно это То, чего мы всегда с вами хотим Дабы зарабатывать дополнительные звезды Дабы пытаться Докидывать Дополнительного дэмэджа Ну и Стараться Тянуть катки нужно всегда до конца Не нужно там на полпути Говорить, что нет Все, эта катка слитая Я там выйду из нее Или буду там сидеть И на паузе ее доигрывать Нет, надо стараться Притом раскладывать Потому что счет всего лишь 1-0 Это не такой уж Большой отрыв По сути Здесь хорошо, хоть я и не все мины подобрал И Сейчас можно вообще ставить Можно вообще ставить Там один противник заходит На нашу базу Но Это не проблема Если Там кто-то будет его контрить Отличный выстрел Дополнительный Ай Избитая Избитая была, конечно Надо, надо докидывать Надо докидывать И сейчас вот так В прыжке Ах, не попал в прыжке Еще раз не попал в прыжке Блин Ну что это такое Залезает на меня Как-то блокирует Я еще не понимаю Что произошло Но в прыжке Хотел очень красиво попасть Но там Довольно Неудобно было В том эпизоде Сделать Этот момент Ну Для видоса Безусловно Постараться надо было Реализовать его В свою пользу Все-таки Мы играем В какой-то степени Тоже на красоту И На какие-то Неожиданные врывы Я же не буду там Стоять Выжидать момент Тайминг Поэтому давайте Вылетать Давайте вылетать Потому что Аптечка есть И Вроде как еще Два Выстрела есть Шикарно Взбитая Давай Давай Ай Кто-то мне хотел помочь Но потом Плюшка не прилетела Дополнительно Прилетел бы еще один Выстрел Было бы максимально Все круто В том эпизоде Сейчас противник Уже будет пушить Нашу команду Надо здесь Немножко помочь Надо помочь Определенно Дабы флаг Сохранился Тут еще Хорик Гау заходит Двух нарез Подправил Отлично Вот теперь Можно выдвигаться Ладно минус не падать Сюда еще Выстрел дать Отлично Шикарно Пусть погорит Минка Хорошо 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 Великолепно Великолепно Все великолепно Теперь урон Урон И желательно Чтобы этот Противник Сейчас просто Падал вниз Давай Давай Отличный момент Отличный момент Можно возвращать Можно возвращать Можно делать Возврат Можно делать Этот возврат Можно делать Давай Давай Ах Мамонт с овером Надеюсь Что хоть кто-то там есть Давай Хорош Хорош Луч Луч И доставочку Теперь надо Доставочку 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 Отлично Доставка есть Шикарно Камбэк М111 За минуту до конца Но это уже Уже неплохо Уже неплохо Хороший был Моментик С возвратиком Реализовали Теперь можно Попытаться еще и увозить Есть увоз на ямочку Куда противник только везет Надо контролировать ситуацию Куда противник везет не вижу противника Противник уходит на низ Да противник я так понял что уходит на низ А у меня тут шапт законтрил боже Долго я думал На противник ушел Походу все Походу ггшечка там увоз Увоз доставка это очень плохо Очень плохо Времени мало 20 секунд Увоз я уже скорее всего не сделаю Но знаете что радует Радует то что даже в такой катке Где я понимаю что у противника хороший состав То есть игроки Пати играет У нас рандом фельды какие то командоры Но мы сумели все равно Сравнять счет по ходу боя Да не так жестко повезло Не так жестко зашло Но команда играет до конца Вне зависимости от того кто имеется там против И то что я забираю Здесь 6 звезд Это целиком и полностью заслуга Полной команды То есть я там в соло Ну какие то киллы для себя Какие то киллы для себя реализовал Но это минимально То есть это абсолютно минимальные Какие то параметры И все В общем и целом Как то так у нас сегодня друзья получилось Две катки мы проиграли Две катки на первом месте я закончил На одной и той же карте Но и такие бои бывают Да я не скажу что это плохое сочетание Молот Очень круто смотрится на харьке Прям вообще максимально эффективно И приятно играть на этом вооружении Если вы никогда не играли То Попробуйте Определенно попробуйте Это Ну Динамичное довольно таки вооружение Может быть в какой то степени сегодня Я его не сумел полностью реализовать Но так как вы просите Дабы я не записывал довольно длительные видеоролики То сегодня мы остановимся На данных двух катках И если У вас Есть желание Чтобы я Раскрыл Данное вооружение Еще раз Может быть в другом формате В котором я хотел сегодня покатать Но не покатал Это контроль точек То обязательно поставьте лайк Напишите по этому поводу в комментариях Давай-ка повторим И буквально через пару видеороликов Я вернусь На данное интересное сочетание Потому что Как по мне Оно Имеет смысл быть И оно Сейчас в матчмейкинге Может Довольно таки круто Смотреться Вот такой вот видеоролик У нас сегодня Друзья Получился Если вам понравился Как я уже сказал Не забывайте прожимать лайк Оформлять подписочку на канал Также Нажимать на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Ну а с вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...